Ольга Митянова у нас сегодня в гостях. Это создатель красивейших украшений, ручной работы. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Не бойтесь. Прекрасная улыбка. Человек улыбается. Настроение, значит, хорошее. Каждый человек, когда определяет, чем ему заниматься в жизни или какое-то там продолжительное или непродолжительное время, он, наверное, должен до этого каким-то образом дойти. Почему именно украшения? Как так случилось? Что случилось? Что было в этот день? Камни позвали. Камни позвали? Они зовут, они разговаривают. Это давно было уже? Ну, года четыре-три назад, да. Так случилось, что мне надо было, собственно, платье, украшения. Вошла в все магазины, чего нет. И пришлось, в общем-то, делать самой. И как-то вот так получилось, да, что постепенно-постепенно как-то вот камни, да, они прям полностью... Вот есть, кстати, по поводу камней же целая наука, в том числе и наука такая, не совсем, может быть, связанная с нашим миром, как камни влияют на нас, что каждому человеку нужен там свой камень и все такое. Вы, долгое время работая с камнями, убедились в том, что... Камни могут помочь. Есть смысл какой-то определенный, что камни помогают? Они не то, что помогают, человек вообще должен сам выбрать себе камень и в разный момент жизни. То есть когда-то, может быть, человеку нужно одно, например, какую-то помощь, а в какой-то другой момент жизни он может другое. И носить по этому можно вначале вот одну вещь, а потом она ему начинает не нравиться. Или вот как бы заканчивается как сила камня, камня, говорит. Ольга, а как понять, что этот камень вот прям ваш? Он должен сам в руки попасться? Или надо искать его? Или по гороскопу? Вообще по ощущениям, да. Может быть, как-то визуально в первую очередь, а потом уже... Мы даже делали такие тесты, когда закрывали камни, несколько камней выкладывали, ну, украшения конкретно. Закрывали чем-то, ну, там, платочком. Платочком, да. И человек просто по ощущениям. И вот, и потом даже, потом сравнивали именно по гороскопу. Ну, конечно, в гороскоп может писаться все, что угодно. Вот. Но человек, да, выбрал именно тот камень, который, в общем-то, был ему... А есть такие камни, которые помогают вам? Мне, да. Какие? Мне очень нравятся гранаты и турмалины. Это мое. Ну, они, конечно, очень сильные камни, но... Гранат именно вишневый, такой темный? Да, именно вот альмандин, который темно-бордовый. Ну, если вернуться в тот день, когда не нашли ничего в магазине, приняли уникальное вообще решение сделать самостоятельно все это дело. Это, кстати, были бусы, колье. Что это было и что вы сделали тогда? Колье было такое достаточно красивое, массивное колье. А из чего вы сделали? У вас был материал? Он был материал, да. Я просто пошла в местный магазин, и все, что вот возможно, я как бы тогда купила. Скупила весь магазин. Довели женщину, да. Но это были не камни, это были просто как кристаллы, конечно, все блестело, красиво. Но потом я поняла, что да, это такой, ну, искусственный мир, а вот потом пошли камни, и вот я тогда поняла, что есть энергия в них. А вот это колье, оно сохранилось? Да, есть. Это же самое первое, да? Да, оно стоит. Да, оно в листике красиво. А у вас магазин, да, какой-то? У нас есть студия, нет, отдельно магазина нет, есть студия, где мы просто иногда творим какие-то идеи, иногда люди приходят. Может, к вам прийти, вот сказать, я вот научу, вы можете помочь вообще, не научиться, вот я хочу какое-то украшение, вы можете помочь выбрать камни, да? Да, чаще всего так и приходит, что вот нужно к какому-то мероприятию что-то интересное подобрать, даже мы советуем прийти сразу, так сказать, в образе. Мне кажется, Ольга немножко кокетничает. Она сказала, что изначально она была дизайнером одежды, то есть рисовать, творить, это у нее было в крови, она просто обратилась к камням, а не так, что она была, не знаю, архитектором. Нет, она же сказала, что нужно было украсть, ничего не было, да? Украсть. А как вы стали дизайнером одежды? Вот еще один вопрос. Вы рисовали с детства? Тоже ничего не было в магазине? Шила для Барби, да, моя мама любит рассказывать эти все истории, когда с малолетства, да, я обшивала, в общем-то, все куклы, у мамы были обрезки, я начинала их обрезать там тайно, вот, то есть это было, да. А вы учились где-то? Да, я закончила Евроакадемию, Евроуниверситет в тот момент, и... А вот камням именно? Камням это больше такое, собственно, да, как самоучка, да. Ну а если говорить о том, чтобы ставить все это на промышленный, так сказать, поток производства всех этих украшений, это когда пришло? После второго похода в магазин? Это когда уже люди начали конкретно обращаться, мы хотим купить, где можно прийти, потому что не всегда можно домой пригласить, это тоже неправильно. Поэтому, да, потом уже встал просто вопрос о том, что где бы найти помещение, куда бы просто прийти. Шоу-рум. Кажется, сейчас очень много появляется девушек, которые занимаются, да... Мастерицей достаточно много. Фотографии, да, опять же. Фотографии очень много в Фейсбуке, в социальных сетях. Конкуренцию составляют они вам, как вы думаете? Мне кажется, что любой дизайнер должен найти свой почерк, свое какое-то изделие. Тогда это будет уместно. Если бы они будут копировать, это будет неправильно, конечно. У меня, да, у меня есть своя такая фишка, это такое колье-трансформер с шелковым платком. Люди даже его уже знают. Это вот мы сейчас видим, да? Да, лицей. Это платок, он раскрашен, это роспись по шелку, батик называется, и в середине есть... Прикреплено натуральный камень. Украшение, да. Это вот ваше, да? Да, это моя идея, да. Но вы с... Запатентованная? К сожалению, патентовать ее, в общем-то, невозможно, потому что очень много вариаций. Мы всегда придумываем какие-то новые идеи, вот новые коллекции, тоже новые какие-то... Но патентовать-то обычно же концепт какой-то. Ну, здесь... Общее направление. Очень сложно, все равно. А какой-то большой интернет-магазин, продажи в мировом масштабе? В мировом масштабе, может быть, если это только в Эстонии. Ну, чтобы кто-то... Отправка грузовиками, да. Это все в будущее. Как выйти на новую орбиту? Да, есть интернет-магазин metunova.eu. То есть там можно все посмотреть, даже архив украшений, которые были сделаны. Ну, мне кажется, дизайнеры такого уровня, они все-таки как-то хотят рассказать о себе и поехать на выставку какую-то. У нас же в Эстонии тоже проходит выставка. Вы с какими-то трендами знакомитесь вообще, мировыми? Я не знаю, что какие-то. Вывозили вы свои работы куда-то за границу? Нет, еще до этого не дошло. А, не дошло. Но в планах есть, да? Ну, я думаю, да. Все-таки 4 года это немало. То есть есть магазины, которые... Есть покупатели, которые покупают украшения. То есть, да, с рубежа ходят некоторые вещи. Ну, единичные, например. Но дальше развитие какое планируется? Сейчас, я так понимаю, есть место, есть, наверное, какие-то клиенты. Может быть, даже некоторые постоянные, которые там что-нибудь приобретают. А дальше? Все время же, наверное, душа-то просит чего-то еще. Ну, вообще, мы дальше хотим расширяться. В том плане все-таки вернуться к профессии. Будут коллекции одежды. Вернуться к профессии в каком смысле? Дизайнер одежды. Все-таки одежду мы не забываем. Нет, нет, нет. Все-таки, да, полный образ, создание полного образа. А, я поняла. Это было колье к платью, а теперь будет платье к колье. Наоборот. Да, потому что, опять же, спрашивают. А хорошо, у колеи есть, а что вы можете предложить вниз? Ольга Митюнова у нас была в гостях в утреннем шоу «Запускай на Sky Radio». Оля, мы желаем вам творческих успехов. Успехов. Чего еще пожелать человеку, который занимается такой прекрасной работой? Больше часов в сутках, чтобы можно было больше времени проводить с любимыми камнями. И новых творений. Спасибо. Спасибо.